Только бы детям не пошел. Он все время в таком состоянии, я на кого боюсь. Боится уже не первый месяц. Это видео надело много шума в интернете. Его автор Елена рассказывает, с опаской отпускает 7-летнего сына на детскую площадку из-за буйного мужчины из соседнего дома. Он очень быстро пробегает, машет руками, громко кричит. Причем он кричит, когда женщины и дети. А когда мужики рядом, он, конечно, очень боится. Нарушителя всеобщего спокойствия и нам отыскать труда не составило. Хоть дома его и не оказалось, наша съемочная группа легко узнала звезду ролика среди толп людей. Да, я проходил. У меня еще бабушка в Ленинградской области. А я не знаю, у меня. Что-то прибавилось, говорят немножко. Это было уже неоднократно, но никто не обращает внимания, что здесь живет больной человек и мешает жить другим людям. А там соседям. Он вообще мешает. И в стенки стучится. Вызывали в полицию, приходил участковый, и он лечился. И с новым годом. И в реческом, у них психобольные, обострение весеннее, сейчас, как утром не было, летнее. После того, как ролик попал в сеть, посыпались комментарии. Мол, такие возмутители спокойствия с сезонными обострениями есть в каждом районе. Один из них живет на Горького и не просто пугает соседей поведением, а заставляет бояться за собственную жизнь. Периодически он стучит по батареям, ночью может двигать мебель, бегает голый по подъезду, выпрыгивает за дверей. Все время ему кажется, что за ним кто-то следит. Он пытался перепилить газовую трубу, а у нас дом с газовой колонкой. То есть, в принципе, одно неверное движение, весь дом взлетит на воздух. Девушка, так же, как и жильцы Карла Маркса, не раз обращалась к правоохранителям, но без толку. Проблема легко умещается во фразе «нет тела, нет дела». Пока человек лишь ведет себя неадекватно, полицейские бессильны. Не могут вечно приглядывать за пациентами и в психиатрической больнице. Бригада скорой психиатрической помощи, в принципе, можно вызвать и решить вопрос, если пациент нуждается, не нуждается в лечении. Ну и лицо, если даже без согласия, может быть госпитализировано в недобровольном порядке. Но даже после принудительного лечения спрогнозировать, как пациент будет вести себя дальше, невозможно, говорят медики. При этом наблюдение за бывшими подопечными не предусмотрено. К слову, герой видеоролика тоже лежал в психиатрической больнице. Он был осужден за избиение детей, но попал под амнистию и оказался на свободе. И единственный выход – снова и снова вызывать экстренные службы, в надежде, что хотя бы некоторое время можно будет пожить спокойно. Елена Карпенко, Алексей Романов, Николай Замараев. Новости Вологды.